Время 5 часов ночи, и я не сплю. Ребята, вышел трейлер Tekken 8. Мы все очень давно ждали, когда же выйдет продолжение Железного Кулака 7. И вот, наконец-то, мы поняли то, что в следующем году мы ждем как Street Fighter 6, так и Tekken 8. Мы вместе с вами сейчас посмотрим данный трейлер и составим, конечно, первое впечатление. Я очень надеюсь, что в следующем году японцы Harada нас удивят, и мы получим файтинг не хуже Mortal Kombat 1, а может быть даже и лучше. Ну что, поехали. Корпорация G. Это, я так понимаю, солдаты. Ооо, это Джин, это Джин против своего отца. Болеет. Это будет, это будет продолжение истории Tekken 7. Хорошо, размер. Подожди, подожди, подожди. Слушай, подожди, это же не, это же не геймплей? Да ну нафиг. Это не может быть геймплеем. Почему они это так показывают? Почему это выглядит так, как будто происходит реальный бой? Эта графика, она, она в разы лучше, она в разы лучше, то, что мы сейчас имеем в Tekken 7. Деталей больше, раза в два, раза в три. Так, получается, контр-хит. Оп-па-на, он комбит с помощью скрю. Очень интересный момент, заказываю. Что-то, что я не знаю, что в Tekken всегда делает фокус на геймплее. Ох, я чисто-чисто зарядил электрик. Да ну. Да ну, да ну, дьявольская форма. Он же не может, он же не может использовать свою форму. Йо-хо, Tekken 8. Болин. Японцы себе не изменяют. Они показали геймплей. Вау. Очень интересно, очень интересно. Место фокуса, место фокуса на истории. Хотя, мне кажется, мы уже можем здесь понять кое-что. Они показывают, они показывают нам игру. И это круто. Я пересмотрел трейлер пару раз. Я бы даже сказал, пару десятков раз. И вот есть очень маленькие детали, о которых я бы вам хотел рассказать. Во всяком случае, то, что я заметил. Во-первых, весь этот бой мне напоминает финального босса из прошлой игры. То есть, мне кажется, мы можем наблюдать такую сцену где-то под конец или вообще в самом начале Tekken 8, где будут сражаться Джин против Казуи. И учитывая то, что Джин находится слева, мы, скорее всего, будем играть за него в сюжете. А Казуя будет главным антагонистом. Это интересный ход, потому что в прошлой игре Казуя, скорее, был главным. И сейчас его сын отправляется за своим отцом. Это некая преемственность Tekken, которая уже есть до самой первой части. Но мне очень приятно увидеть то, что именно Джин, возможно, будет главным действующим лицом. Потому что мы все выросли на Tekken 3. И он там был одним из самых главных героев. И я бы хотел увидеть новую историю Джина, которая будет в этой игре. В самом начале трейлера мы видим обломки корпорации Джи и какого-то робота, который лежит на земле. Возможно, все-таки Джин или какая-то команда, которая будет вместе с ним бороться с Казой, смогла уничтожить корпорацию. И теперь уже остается главный босс, его отец. Но это, опять же, да, только мои предположения. Мне очень нравится то, что данный трейлер показывает геймплей и показывает, как сражаются данные персонажи с помощью настоящих ударов, которые есть в игре. Электрики, скрю, вот эти комбинации, контр-хиты, это все взято прямиком из игры. Если мы посмотрим на тот же трейлер Mortal Kombat, то там, конечно, не все есть мувы, которые присутствуют в игре. И там больше он, скорее, кинематографичный, чем завязан на геймплее. На 1.27 я заметил один интересный момент. Джин использует электрик, а потом входит в свою демоническую форму. И, как я помню, это ему удается очень сложно. То есть здесь или он уже полностью овладел ею, или, возможно, мы увидим некий симбиоз Джина и Девил Джина в одном герое. Я вот не знаю, какой бы вариант я бы хотел, но мне кажется, и то, и другое будет интересно. Если, если, конечно, это не рейдж-арт. Вот этот удар, когда он превращается в демона, да, и добивает своего отца, может быть, это рейдж-арт. Дальше он хватает перо и начинают рушиться цепи. Знаете, первая ассоциация с цепями и Текен это, конечно же, Девил Джин. Если посмотреть на его дизайн, если посмотреть на его удары, всегда можно заметить вот этот его элемент. И, как мне кажется, это скорее означает, что он овладел своей демонической формой или, возможно, наоборот, хочет от него избавиться. Во всяком случае, в самом начале этого боя Джин ясно дал понять то, что ему не нравится его наследственность, оказывая, наоборот, принимает, принимает всю свою силу и не хочет от него отказываться. Мне кажется, эти цепи символизируют то, что Джин может быть освободиться от своего проклятия. И, наверное, это будет одним из самых главных двигателей сюжета в Текен 8. Блин, так много вопросов и пока ничего не понятно. Графика меня просто удивляет. Опять же, верить этому или нет, потому что если мы увидим вот такой графон, как показан в этом трейлере, это будет одним из самых красивых файтингов нового поколения. Street Fighter 6 выглядит тоже круто, но если они не урежут графику и все бои будут настолько детализированными и красивыми, то Текен 8 однозначно можно считать Next Gen Fighting. Я очень надеюсь, что игра выйдет в следующем году, потому что вместе, если мы объединим релиз Street Fighter 6, если в этот же год выйдет Текен 8, то это будет лучший год для файтингов. Эти все игры очень старые, Mortal Kombat вышел 3 года назад, Tekken 7 вышел, я не знаю, 10 лет назад, Street Fighter 5 тоже вышел 8 лет назад. И мне кажется, уже пришла пора, пришла пора увидеть, увидеть новые игры и увидеть новый скачок в прогрессе. А НРС все еще молчат. Эд Бун, пора уже что-то сказать. Я вижу постоянно в Твиттере вот эти разговоры, да, какой вы файтинг хотите от нас увидеть, но это ни к чему не приводит. Если даже японцы, да, смогли намного раньше показать свои игры, то, я думаю, NetherRealm Studios нужно уже тоже поспешить, потому что, если мы еще получим Mortal Kombat 13, то, я думаю, опять же, это будет очень большой буст. Это будет, мне кажется, даже некая эпоха ренессанса для файтингов. Я очень рад за фанатов Tekken, я очень рад за фанатов SF, но остается, остается вот это горькое послевкусие, то, что мы все ждем. Раньше игры НРС выходили по 2 года. Сейчас уже прошло практически 4 года, и мы его до сих пор не знаем, выйдет там, я не знаю, МК или Injustice, или Marvel vs. DC в следующем году или нет. Tekken 8 однозначно будем ждать. Я бы хотел все-таки больше, больше информации по ростеру, больше информации по сюжету, больше информации по новым геймплейным механикам. Вот. Это, мне кажется, немножко бы подогрело, да, атмосферу до появления игры. И я надеюсь, нам, Кабандаи, будут такими же активными, как и Капком в плане продвижения Tekken 8. И мы уже в скором времени увидим какие-то новые материалы. Это было супер. Tekken 3 это мое детство, и поэтому у меня есть определенная привязанность к Джину. Он был одним из моих самых любимых героев в 2000-е. Поэтому я хочу увидеть его историю, да. Хэйхачи, мы уже закрыли данную главу. И, наверное, эта игра поставит жирную точку в истории семьи Мишима. Я очень надеюсь, что это не последняя игра в серии. И мы будем очень ждать. Я буду очень сильно ждать Tekken 8. Я буду готовиться к ее выходу. Я очень надеюсь, что эта игра будет такой же, как Tekken 7, но намного лучше. Ребята, давайте подписывайтесь. Скоро увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok